Зелёный остров Ну вот уже середина зимы, морозов мы с вами пока серьезных не видели, были довольно сильные, но до критических значений температура не опускалась. Правда, немножечко маловато снега, но у нас вторая-то половина зимы еще в запасе, я думаю, что снег еще выпадет. Когда мы говорим о погоде, здесь, наверное, уместно будет вспомнить, слава богу, что Южный Урал это не Северная Америка. Вот где проблемы, так проблемы. Температура и на 10, и на 15 градусов ниже климатической нормы. Ягуаны бедненькие мерзнут, даже акулам в море холодно. В Калифорнии примерно 80% цитрусовых погибли. Вот там действительно проблемы. У нас, слава богу, проблем нет. Ну, переходим к основным сюжетам нашей сегодняшней передачи. Только что закончились такие большие праздники. Настроение у нас еще немножечко такое праздничное. Вкус праздника еще не прошел. И я предлагаю вот этот вкус немножечко-немножечко продлить и поговорить о вкусненьком. А сегодня мы с вами поговорим о пользе шоколада для развития растений. Берем вот такой хороший шоколад, такую крупную плиточку. Смотрите, какой он аппетитный, какой он ароматный. Ну, плиточку берем, откладываем все шуршащее. Шоколад полезен не только для растений, о чем мы поговорим чуть-чуть попозже. Шоколад исключительно полезен для человека. Шоколад разжижает кровь. Он препятствует слепанию тромбоцитов. Ослепание тромбоцитов – это очень серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Шоколад снижает уровень холестерина в крови. В шоколаде очень много антиоксидантов, поэтому шоколад – это великолепное средство против старения. Более того, доказано, что шоколад препятствует возникновению даже онкологических заболеваний. Многие боятся много есть шоколада, потому что говорят в нем якобы много кофеина. Вот это не так. В чашечке кофе кофеина примерно 120 миллиграммов, в чашечке чая примерно 50, а вот в плитке шоколада примерно 20. Так что даже если вы гипертоник, не бойтесь есть шоколад. Шоколад – это исключительно полезно. Многие скажут, ну а при чем здесь растение? Да. Вот растение мы не вносим там ни плиточный шоколад, ни какой-то натертый. Мы не опрыскиваем растение настоем шоколада. Когда я говорил о пользе шоколада, я имел в виду вот, я имел в виду вот что. Шоколадку мы с вами съедим сами. А вот эта вот самая оберточка, вот то, что у нас вот так вот мило шелестит аппетитненько, вот это и есть польза для растений. Вот сейчас зима, растениям света не хватает. А многие растения, которые мы выращиваем у себя на подоконнике, это фотопериодичные растения. Когда им не хватает света, они впадают в глубокий покой. А вот когда света много, они начинают цвести. К фотопериодичным растениям, кстати, относятся и многие овощные культуры. Совсем чуть-чуть и на своих подоконниках мы начнем выращивать рассаду томатов, рассаду перцев, баклажанов и так далее, и так далее, цветочных культур. И вот основная проблема, с которой мы столкнемся, недостаток солнечного света. Конечно, недостаток солнечного света можно восполнить различными лампами, в том числе фитолампами. Это очень интересное направление, но можно поступить проще. Можно купить шоколадку, шоколадку съесть самому, получить огромное удовольствие. А вот с помощью фольги устроить растению дополнительную досветочку. Если вы взяли растение, ну скажем, вот такое вот, оно у вас стоит, смотрит на окошко, и ему явно не достает солнышко с обратной стороны от этого растения, прикрепите каким-то образом фольгу, и растение фактически получит двойное освещение. И вот на этом двойном освещении оно будет развиваться значительно лучше. У него будут более зеленые, более крупные листья, у него будут очень короткие междоузлия, что чрезвычайно полезно, особенно при выращивании тех же томатов. Вот многие знают, солнышка нет неделю-вторую, и томатики начинают тянуться, и если на освещении между листиками там может быть 3-4 сантиметра без света, эти междоузлия могут быть и 5, и 7, и 10 сантиметров, буквально проходит месяц от выращивания рассады, а томаты у нас уже полметровые, и как с такими томатами дальше работать, в общем-то никто четко не знает. Многие говорят, что там их можно спиралькой там как-то закрутить, когда будем высаживать, вот ничего подобного. Закрутили спиралькой, и вот те корни, которые там где-то низко, они не работают, растение начнет восстанавливать корневую систему. В районе корневой шейки на это уйдет очень много времени, на это уйдет очень много сил, в конечном итоге урожая мы не получим. А делов-то заранее нужно было купить шоколадочку и вот взять от нее такую фольгу. Многие скажут, ну, гораздо проще взять фольгу для запекания. Но от фольги для запекания эффект, в общем-то, для растений будет такой же, а вот для вас такого эффекта не будет. А когда мы выращиваем растения, мы должны быть с вами в приподнятом настроении. Вот тогда растения это чувствуют. И вот тогда растения, они купаются в нашей любви, и они растут значительно быстрее. Кстати, а вот знаете, вот это растение, вот оно как раз было выращено по технологии светокультуры. Это растение, а, посмотрите, какое красивое же это растение, а называется оно адениум. Это растение резкофотопериодичное, оно не должно цвести зимой. Кстати, родина этого растения Сахара, вообще-то он называется адениум абессум. Их адениумов очень много, но вот это как раз вид адениум абессум. Его еще называют розой пустыни. Вот, посмотрите, у нас тут зима, снег идет, а роза пустыни порадовала меня таким ярким, таким пышным, таким, я бы сказал, просто роскошным цветением. Крупные цветки. Каждый цветок на растении держится до двух недель. И вот таких вот цветков на взрослом растении может быть больше двухсот штук. Посмотрите, какой у него крупный, красивый, какой у него крупный, красивый стебель. И вот этот вот стебель, он может в диаметре достигать 20 сантиметров на взрослом растении. Растение очень рано зацветает. Уже через год после посева семян или после размножения черенком, вы можете получить вот такое вот удивительное, удивительное цветение. Это растение исключительно интересно для тех, кто занимается комнатным цветоводством в условиях вот такой вот жаркой, сухой квартиры. Какая у нас сейчас серьезнейшая проблема при выращивании большинства растений? Да очень простая, очень сухой воздух. И всякие там фиалки, всякие там глоксини. Они говорят, ну господи, ну мы же не можем расти в пустыне. Мы же растение тропического, влажного климата. Но не можем же мы им устроить в комнате баню. А вот когда мы выращиваем обессу, и ему чем суше воздух, тем лучше. Это растение растет все пышнее, пышнее и пышнее. Еще раз. Это растение обычно, будучи фотопериодичным, зацветает в летние месяцы. Ну, цветение начинается где-то в апреле, в мае. Ну, апрель-май у нас, конечно, не совсем летние месяцы. Но, тем не менее, когда продолжительность дня уже достаточно большая, и заканчивается цветение у него где-то в октябре, в ноябре. Но, если это растение досвечивать, и если вместе с этим растением поделиться шоколадкой, шоколадку себе, обертку адениуму, то вот такая вот красота вам обеспечена. Исключительно простое растение в выращивании. Не боится пересушивания, не боится сухого воздуха, не требует какой-то особой подготовки почвы. Очень слабо повреждается болезнями и вредителями. Единственное, что боится, если мы его перезальем. Ну, и цветет. Вы в интернете можете найти, что обессумы. Бывают и махровые, а обессумы бывают и с красной, и с белой, и с желтой, и с оранжевой окраской, и всевозможные пестрые. Сейчас идет интенсивная селекция этого растения. Ну, и я думаю, что вот это растение просто просится так это стучиться в наши двери, для того, чтобы появиться на наших подоконниках. КОНЕЦ Вот, это так здорово. Ухаживаем за растениями. Посмотрите, какой у меня цикламенчик расцвел. И шоколадочку так это кушаем. Растению приятно, нам приятно. А еще, знаете, шоколад вообще очень позитивно действует на головной мозг. Вот, если у вас в семье есть дети, пускай они больше едят шоколада, это способствует их умственному развитию, развитию их интеллекта. Это, в общем-то, тоже неплохо. Дети говорят, что это цветы жизни, ну, а комнатным цветам вы отдадите, как я говорил, оберточку. Вот и все. М-м-м, как же это здорово. А говорят, что от шоколада растениям нет никакой пользы. Да есть, есть же. М-м-м, здорово. Итак, уважаемые телезрители, я думаю, что вы улыбнулись. Мы с вами увидели такой сюжет, очень даже вкусненький, о пользе шоколада для развития растений. И одновременно мы с вами поговорили об очень редком растении, которое называется роза пустыни или адениум абесум. Ну, а сейчас, уважаемые телезрители, мы предлагаем вашему вниманию сюжет, который не вошел в предновогодний выпуск. Тем не менее, это тоже сюжет, который, я уверен, у вас вызовет и улыбку. И в то же время он будет достаточно информативным. О, а смотри, что я тут нашел. А ты посмотри, вот иди сюда, кис. Кис, посмотри, что я нашел. О, посмотри, что я нашел. Это, это лук. Собаки лук не едят, собаки лук тоже, как и помидоры, охраняют. Кстати, вот очень интересный лучок, да? Многие садоводы жалуются, что в этом году плохо хранится репчатый лук. Вот как альтернативу репчатому луку можно предложить лук-шалот. Чем он интересен? Вот это самое, вот видите, какие прекрасные луки. Лук-шалот вообще многим садоводам известен как семейный лук, семейный лук. Его можно из некрупной детки выращивать довольно длительное время. Но оказывается, помимо вегетативного размножения, этот лук размножается и семенами. И вот в садовом центре Зеленый остров вы можете приобрести лук-шалот деликатес и лук-шалот камелот. Причем камелот это гибрид первого поколения. Он более пластичный, он более урожайный. Лук-шалот, в отличие от репчатого лука, значительно лучше хранится. Если лучшие сорта лука репчатого хранятся 6-8 месяцев для лука-шалота, 12-14 месяцев это абсолютно нормальная лёжкость. К тому же, если мы вспомним немножечко западную культуру, то там найдём очень интересный факт о луке-шалоте. Дело в том, что лук-шалот в Европе считается деликатесным луком. И практически вся французская кулинария, она построена именно на этом луке. Технология его выращивания практически не отличается от лука репчатого. Когда мы выращиваем его из семян, мы выращиваем его либо через рассаду. На рассаду лук высеваем в конце марта, в начале апреля, чтобы к моменту высадки в грунт он был примерно 20-30 дневный. Рассада имела 20-30 дней возраст. Лук-шалот, как и репчатый лук, не любит высоких температур. Поэтому рассаду лучше выращивать либо на холодном балконе, либо в лоджии, либо в теплице. Непосредственно посеяли в тепличке, как только почва оттаяла и получили качественную рассаду. Помните, лук-шалот, как и репчатый лук, в петельке он повреждается морозами в минус 2 градуса. А когда петелька развернется, он выдерживает уже и минус 7, и минус 9 градусов. Минус 7, минус 9. Ну, в общем-то, это уже даже не заморозки, это уже такие достаточно крепкие морозы. К тому же лук-шалот, точно так же, как и репчатый лук, его можно выращивать непосредственно посевом в грунт. В первый год большого урожая при семенном размножении лука-шалота вы не получите. Вы получите луковички диаметром буквально 2-3 сантиметра. Этот лук в последующем вы можете выращивать, вегетативно размножать еще 5, даже 7 лет. Помните, что вообще лук-шалот имеет более короткий период вегетации по сравнению с большинством сортов и гибридов лука репчатого. Ну, а дальше выкапываете, высушиваете и храните при комнатной температуре. Если лук-шалот вы будете хранить при температуре от плюс 2 градусов до плюс 10 градусов, возникнет опасность, что на следующий год лук у вас не даст гнездо, вот не даст эту семью. Еще раз напомню, его еще называют луком семейным, а пойдет в стрелку. Поэтому для лука, вот если вы планируете его на следующий год использовать как посадочный материал или в пищу, для него желательно теплое хранение. Вот еще раз, вот этот лук, он более легкий, он более устойчивый к болезням и вредителям, и это более вкусный лук. Вот очень даже рекомендую. Вот эти вот два прекрасных лука-шалота семенного размножения вы можете приобрести в садовом центре «Зеленый остров». Что делать? Что делать? Чтобы лук хорошо хранился, а? Ну-ка, 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 ага, ну да, мы говорили, что лучше использовать лук-шалот, ага, так, что еще? А не поливать перед уборкой, да, собачка знает, что лук перед уборкой поливать ни в коем случае нельзя. Более того, если идет дождь, вот это секрет, можно даже пленочкой накрыть, да, 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 вы вот тут так вот думали, ага. И еще, ну-ка, еще какой-нибудь секретик, ну-ка, еще. Ага, ага, а вот, можно перед самой выковкой лука обработать его природными фунгицидами, правильно. В садовом центре «Зеленый остров» вы можете приобрести тот же фитоспорин. Вот перед уборкой за несколько дней обработали, опрыснули, и лук будет что? А и лук будет значительно лучше храниться, вот так вот. Это совет от желтой земляной собаки на 2018 год. Уважаемые телезрители, мы с вами увидели сюжет о выращивании лука шалота. Еще раз напомню, главное достоинство этого лука – очень длительный период хранения и очень высокие вкусовые качества. Ну, а сейчас мы с вами переходим к разговору о томатах черри. Ну, томаты черри – это, несомненно, самые вкусные томаты. В последние годы они завоевывают все большую и большую популярность на участках садоводов-любителей нашего города. Но перед тем, как отправиться в теплицу, где растут черри, я хотел бы дать небольшие пояснения. Вот там, в теплице, вы увидите людей в таких несколько необычных одеждах. Так вот, съемка этих сюжетов о томатах черри, она проходила в теплице, где помимо экспозиции ученые занимаются селекцией. А селекция – это очень тонкое дело. Во время, когда занимаются селекцией, теплица должна быть, в общем-то, стерильной. Потому что если мы затащим какой-то вирус при семеноводстве, при селекции, в дальнейшем от этого вируса будет избавиться крайне сложно. Ну и в таких настоящих теплицах вот такая вот белая одежда, она вообще является очень даже необходимым элементом. Вот более того, я в последние годы неоднократно бывал в теплицах российских, где занимаются селекцией. Вот там нам вот эти белые халаты, белые комбинезоны не выдавали. Ну а сейчас, как я и обещал, разговор о черри. И начнем мы его с черри, который выращивали садоводы-любители, и который им очень понравился. Но помимо очень высоких вкусовых качеств, у этого черри очень интересная, очень привлекательная окраска. Черри Ясик, это действительно очень красиво, очень вкусно. Но на семинаре, который организовала компания Семка, где она демонстрировала свои гибриды, в том числе новинки, меня поразил другой томат, другой томат черри. И называется он черри от Юрия. Вот, вы знаете, когда проходила дегустация этого томата в экспозиционной теплице, вот мы так пробуем томат, что-то обсуждаем, и вот мы доходим до томата черри от Юрия, и наступает такая тишина. В воздухе повисает такой вопрос, а что это мы такое попробовали? Вроде как пахнет томатом, но таких сладких, таких вкусных томатов, в общем-то, никто в комиссии не видел. И я вам свое мнение привожу. Действительно, такого вкусного томата я еще никогда не пробовал. Черри от Юрия имеет очень интересные плоды. Вот он у меня в руках, вот видите, такие продолговатые. Ну и размер у черри, это томаты обычно в районе 15-20 граммов. Черри от Юрия может вырасти и до 40 граммов. Поэтому по классификации вообще-то это уже почти коктейльный томат. То есть крупный черри. Очень интересная форма, очень плотный, очень такой эффектный, темно окрашенный, способен к длительному хранению. Вот эти томаты, они сняты две недели назад, они вот пролежали, все великолепно, не потеряли ни вкусовых, ни товарных качеств, и пролежать могут еще в холодильнике недельки-две. Одним словом, это томат шедевр. Ну вот я был одним из первых, кто попробовал этот томат. И вот видите, у меня тут такой диплом, я им очень горжусь. Этим дипломом были награждены те, кто одни из первых в мире попробовали этот томат, ну и дали ему оценку. А я хотел бы рассказать вот об этом чудеснейшем томате. Бывают томаты вкусные, бывают очень вкусные, бывают томаты с отличным вкусом. О томате черри от Юрия я могу сказать, что это томат с великолепным вкусом. Вот такого, вот такого вы еще никогда не пробовали. Гармоничный томатный вкус. Великолепное сочетание. Кислот, сахаров, с явным преобладанием сахаров. Томатов. Великолепное сочетание. Великолепный гоокоди. Когда я впервые попробовал томат, черри от Юрия, вот сразу появилась такая идея, этот томат обязательно должен расти в садах магнитогорцев. И вот с того момента, как я первый раз его попробовал, прошло всего две недели, проделана уже огромная работа, несмотря на дефицит семян этого гибрида, гибрида черри от Юрия, в Магнитогорску специально подготовлена партия семян. И наши садоводы будут одними из первых, кто сможет вырастить его на своих приусадебных участках. А приобрести семена томата черри от Юрия, томата с великолепными, с восхитительными вкусовыми качествами в нашем городе можно в сети торговых точек садовой фирмы «Виктория». Приходите, приобретайте, очень рекомендую вот этот томат, давайте скажем так, под личную ответственность Александра Сидельникова. На этом время передача «Зеленый остров» подошло к завершению. Я благодарю вас за внимание, жду вас в следующий понедельник, не ровно через неделю, а чуть-чуть пораньше. Всего доброго, до свидания. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».